Здравствуйте! История Осирия Общества и право в среднеосирийский период Среднеосирийское царство было хорошо организовано и находилось под твердым контролем царя, который также выполнял функции верховного жреца Ашура, государственного бога. У него были определенные обязательства в культы, и он должен был обеспечивать ресурсы для храмов. Священство стало главной силой в осирийском обществе. Конфликты с священством, как полагают, были за убийство короля Тукультини Нурта и. Период Средней Осирии был отмечен долгими войнами, которые помогли превратить Осирию в военное общество. Царь зависел как от класса граждан, так и от священников в своей столице, а также от земельной знати, которая поставляла лошадей, необходимых для армии Осирии. Документы и письма иллюстрируют важность последнего для осирийского общества. Осирии требовалось меньше искусственного орошения, чем Павелонии, а коневодство было обширным. Были найдены фрагменты подробных текстов об уходе за ними и их обучении. Торговля велась по всем направлениям. Горная страна к северу и западу от Осирии была основным источником металлической руды, а также древесины. Экономические факторы были обычным поводом для войны. Все свободные граждане мужского пола были обязаны какое-то время служить в армии, и эта система называлась лкуслужбой. В XIV и XIII веках был разработан правовой кодекс, который, среди прочего, ясно показывает, что социальное положение женщин в Осирии было ниже, чем в соседних обществах. Мужчинам было разрешено развестись со своими женами без выплаты последней компенсации. Если женщина совершила прелюбодеяние, ее могли избить или убить. Неизвестно, применялись ли эти законы серьезно, но они, похоже, являются ответной реакцией на некоторые более старые документы, которые предоставляли такие вещи, как равная компенсация обоим партнерам при разводе. В среднеассирийских законах сексуальные преступления карались одинаково, независимо от того, были они гомосексуалистами или гетеросексуалами. Человек не подвергался наказанию за проникновение в культовую проститутку, кого-то из равного или более низкого социального класса, например, рабы, или кого-то, чьи гендерные роли не считались полностью мужскими. Такие сексуальные отношения даже считались удачей. Тем не менее, гомосексуальные отношения с королевскими служителями, между солдатами или с теми, где социальное благополучие было покорным или проникнутым, либо рассматривалось как изнасилование, либо как плохое точка приметы и наказания применены. Кроме того, в статье «Омосексуалитать» в реалексе Чондере о циреологии говорится, гомосексуализм сам по себе, таким образом, нигде не осуждается как распутство, безнравственность, социальное расстройство или нарушение любого человеческого или божественного закона. Посетить проститутку, при условии, что это было сделано без насилия и без принуждения, и желательно, если речь идет о пассивной роли, со специалистами. То, что в гомосексуальной любви между мужчинами не было ничего религиозного, видно по тому факту, что они молились о божественном благословении на это. Здравствуйте! Подписывайся на канал. Нажми на колокольчик.